Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня я расскажу вам о потрясающих средствах для наших щечек от Шарлотт Тилбери. Это румяшки в одном из самых популярных оттенков и непосредственно новый тинт, который они совсем недавно представили. Посмотрим вообще, стоит ли это все своих денег. Тинт разъедает тональное средство, не разъедает, подходит только для губ или для щек, потому что у них написано, что это тинт, и для щек тоже. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь, подписывайтесь на канал и поехали! Совсем недавно я снимала распаковку на всю эту косметику от Шарлотт Тилбери, поэтому, если вы еще не смотрели, обязательно переходите по ссылочке и посмотрите. Тем более, что у меня произошел небольшой казус с ними. Поэтому сегодня, несмотря на то, что у нас будет только два средства в обзоре, у меня такой вот массивный стол косметики. И чтобы вы понимали, вот это все, трое румян в одном и том же оттенке. Потому что, да, было очень интересно и увлекательно. Первые румяна, которые у меня сейчас представлены... А, ну, они дальше повалились. Вот это румяна Франкенштейна, о которых я вам рассказывала. Я их непосредственно починила, но, кажется, они опять уже вышли из строя, и мне нужно их опять починить. В оттенке Pillow Talk. Потом вторая версия, которую они мне подарили за мой заказ, это тоже те же самые румяна в оттенке Pillow Talk. И они прислали мне непосредственно третью пару на замену той, которая сломалась тоже в оттенке Pillow Talk. Поэтому я здесь просто как, я не знаю, дилер Ariflame. Поэтому давайте приступим и уже посмотрим непосредственно на это средство в деле. Первое, что мы рассмотрим, конечно же, это румяна. Потому что у меня их много, я успела просто вкусить всю суть, насколько они классные, насколько они интересные. Давайте, наверное, обсудим сначала, конечно же, внешний вид. И коробочка очень симпатичная. Да, это все ляпается, но, тем не менее, выглядит очень привлекательно, и мне, что нравится, очень приятно на ощупь. Да, это такая гладкая поверхность, как будто камушек речной ты держишь. Прям очень красиво, очень симпатично. И мне всегда радуется глаз, когда я беру эти румяна, пользуюсь ими, потому что, конечно, и текстура, и вот упаковка, все это очень привлекательно. И мы уже с вами смотрели в распаковке, все это было упаковано в такую прекрасную коробочку нежно-розового, девчачьего цвета, очень все симпатично, золотом, да, все прописано, что у нас за оттенки и непосредственно, что за румяна. Румяна у нас изготовлены... Часть, где же они изготовлены? Хм, изготовлены в Италии. Вот, несмотря на то, что косметика у нас, да, из Лондона, румяна изготовлена в Италии. А вы знаете, я каждый раз из урока в урок, хотел сказать, из обзора в обзор, говорю, что я очень люблю итальянскую косметику, потому что очень хорошая текстура, очень хорошая фигментация, и прям все это очень хорошо между собой миксуется. И оттенок, как я уже сказала, это у нас пилоток чик-то-чик румяна. Самый популярный оттенок. У меня есть помада пилоток, это просто что-то, да, какой-то бестселлер этой марки, и непосредственно у них очень много средств, названные тем же самым названием, потому что это, да, как линейка, линейка, которая такая нюдовая, аккуратная, которая подходит буквально каждому. То есть, смотрите, здесь мы можем видеть такую интересную историю. Это двойные румяна. Здесь в центре у нас больше как будто бы хайлайтер, потому что это высветляющая часть румян, и она непосредственно у нас с таким прям сильным-сильным-сильным свечением, да, то есть как будто подсвечивающая пудра, я бы так назвала, будто бы это какая-то пудра от Аурглаз. Я ее даже сейчас нанесу, чтобы мы посмотрели на сводча, конечно, в одиночном формате ее наносить сложно, потому что есть персиковый отлив, и я все-таки советую это все смешивать, потому что здесь по краям у нас уже более пигментированная история, и она тоже, кстати, сияющая. То есть, это такие румяна с сильным-сильным подсвечивающим эффектом, поэтому если вы такое не любите, то, наверное, вам стоит обойти стороной. Сейчас покажу, как второй оттенок тоже смотрится непосредственно на руке, я его, конечно, сильно наслоила, выглядит очень симпатично, мне кажется, можно использовать даже как тени, потому что вы знаете, что и румяна, и любые скульптурирующие средства выглядят просто очень-очень выразительно на наших глазах, особенно когда мы используем румяна на щечках, румяна на глазах, все это очень красиво, и вот так органично, да, завершает нашу картину макияжа, все в одних тонах прям очень-очень красиво и благородно смотрится. Я советую историю все-таки миксовать, хотя здесь, конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, здесь зависит от того, какой эффект вы хотите достичь, да, у вас более теплые цветотипы, более холодные, какого оттенка у вас волосы и вообще в какой цветовой гамме выполнен макияж, потому что иногда нужно действительно сделать более интенсивный румяна, иногда нужно сделать более такой щадящий вариант, поэтому здесь все зависит от вас и непосредственно от кисти, которую вы возьмете, потому что вот такой кистью, она достаточно, да, такая большая, ей, конечно, будет сложно набрать именно один оттенок, ей можно миксовать. Если вы берете какую-то поменьше кисть, например, для хайлайтера, то непосредственно вы можете прям сделать все, как вы хотите, смиксовать в нужных вам пропорциях. Поговорим о вообще самой текстуре, о структуре. Румяна невероятно мягкие, это просто, я не знаю, как будто шелк, очень мягкие, они гораздо мягче, чем тени, они мягче, чем скульпторы, которые я использовала, поэтому, честно, мне вот очень большое желание использовать и вообще попробовать, да, их скульптор, потому что если он такой же мягкий, мне кажется, что все это будет, ну, прям очень-очень деликатно смотреться на вашем лице, и что самое важное, они таким сильным, как я уже сказала, подсвечивающим эффектом. То есть тут есть такое, да, такое за ними замечается, и если вы не любите такую хайлайтерную историю, если вы считаете, что она проваливается в морщины, если вы считаете, что это не совсем, да, подходит под тип вашей кожи, говоря о возрасте, говоря о непосредственно, насколько она проблематична или все прочее, то, наверное, следует от этого отказаться. Но я скажу сразу, у меня есть много румян с блесками, и мои румяна там, знаете, вот блески прям такие заметные, то есть там не то, чтобы прям спаркал на всю щелку, но достаточно такие массивные, текстурированные блесточки такие отдельные, да, ты можешь видеть их, и это, конечно, ну, не всем придает какой-то, да, привлекательности, красоты. Здесь, по-моему, настолько деликатные, настолько мелкие, вот как мы с вами смотрели, да, палетку Tower Glass, здесь очень похоже свечение, поэтому я думаю, что даже если у вас есть какие-то предубеждения, попробуйте, и уверена, что вам тоже очень сильно вот такая текстура, такой формат румян, думаю, вам очень сильно понравится. Давайте уже нанесем все это на лицо и посмотрим, насколько образ освежится, и как они вообще подходят, не подходят под мой макияж, какой цветотип, в целом вообще для меня. Как вы видите, это такой деликатный, да, оттенок, он у нас выходит в персик, он уходит в такую какую-то приглушенную гамму, там есть очень яркие оттенки, есть такие baby doll оттенки розоватые. Я, конечно, хотела, ну, другого немножко, да, я люблю более свежие оттенки, но, тем не менее, мне кажется, что вот такой оттенок румян тоже должен быть в вашей косметичке, потому что особенно, особенно если мы говорим о возрастном макияже, это прямо вот запомните, пожалуйста, если вы нуждаетесь, да, в возрастном макияже, то, пожалуйста, обратите внимание на персиковые румяна, потому что они обладают лифтинг-эффектом, они очень освежают лицо и смотрится все это просто невероятно красиво. На более молодой коже тоже все это смотрится очень органично, симпатично, поэтому я хотела румяна такого оттенка, у меня их не было, поэтому я, собственно, не разочаровалась, когда я получила, особенно в таком количестве. Мне кажется, я буду просто всю жизнь ими пользоваться, еще завещаю своим детям. Смотрите, у меня уже готов макияж, единственное, что у меня здесь вообще нет румян ни на этой щечке, ни на этой. Давайте, наверное, на одну щелку мы нанесем все-таки румяна такого, да, стандартного формата, к которому мы привыкли, румяна, который многие любят в этой марке, и на второй щеке мы уже с вами протестируем этот тинт и вообще посмотрим, что это такое и с чем его идет. Набираем на кисть. Как я уже говорила, я набираю полностью, да, миксую эти оттенки. Очень пылит, я такое не люблю, поэтому каждый раз мне приходится всегда это смахивать, убирать остатки. Ну вот, не знаю, почему так это происходит, но мне кажется, прям это критично. Критичный момент, что румяна будут расходоваться сильно, и тут даже дело не в том, как расходуются. Мне не нравится, что это грязюка везде, то есть грязь, зеркало в грязи, прям не очень симпатично. Остатки я обычно об руку смахиваю, чтобы не было какого-то сильного, да, такого интенсивного цвета, и наношу чуть выше, как я говорила, ступаем 2-3 пальца и наносим чуть вверх, чтобы тоже еще лифтинг-эффект нашего цвета. Правильный, правильным скульптурированием был дополнен. Также я прохожусь по лбу и по носику. Вот остаточки, которые есть, мы можем распределить по лицу, чтобы больше органично все это смотрелось. Ну что, мы уже видим, что у нас, да, такая сильно подсвечивающая история. У меня, конечно, здесь был еще хайлайтер, но я вижу, что щека прям, да, дополнительно заиграла, но при этом, правда, очень похожа по текстуре на аургласс. Мне кажется, что вот по эффекту, который вы сейчас видите на мне, он прям вот очень похож. По цвету я не могу сказать, что он какой-то сильно интенсивный. Сейчас еще чуть больше сделаю, даже вот на руке, да, я смахиваю остатки, и прям не могу сказать, что какой-то очень заметный цвет. Вот сейчас, мне кажется, посильнее стало, хотя, но все равно телефон немножко съест свою долю яркости, но не будем перебарщивать, а то потом я посмотрю на монтаже и удивлюсь, как я себя размалевала. Смотрите, очень все натурально смотрится, мне кажется, очень гармонично, очень симпатично. Да, я, наверное, если бы сама выбирала, еще хотела попробовать розы и румяны, но тем не менее, вот такая персиковая история, мне кажется, она абсолютно в каждый макияж. Вот можете сравнить, да, что здесь у меня нет румян, а здесь у меня уже румяна присутствует. Можно еще их наслоить, они отлично наслаиваются, они не пятнят, то есть мы, да, как не наносили, а я достаточно таким широким мазком все это наносила, и у нас все аккуратно и естественно смотрится, то есть даже если вы новичок, даже если вам сложно пользоваться румянами, вы боитесь переборщить, то есть нет, здесь очень деликатно, цвет не такой сильный, потому что, например, у меня есть такие румяна розовые, они прям вот, прям вот розовое пятно сейчас мне сделали. Здесь как бы все очень аккуратно, можете на носик, да, нанести, и вот, ну, чтобы весь этот макияж был у нас завершенный. Мне румяна очень нравится, я ими пользуюсь, и если вам подходит под гамму вашего макияжа, да, если, так сказать, нюдовая история, если это история, которая требуется просто такой небольшой освежающий мазок, то мне кажется, что все это очень гармонично и деликатно смотрится. Сейчас чуть ближе хочу приблизиться к камере, чтобы вы посмотрели на вот это свечение. То есть здесь у меня хайлайтер, а вот здесь непосредственно уже сами румяны, чуть ниже, и посмотрите, мне кажется, все смотрится, это все очень-очень симпатично. Это не проваливается в поры, хотя вы знаете, что у меня расширенные поры и достаточно проблемная кожа, но при этом, по-моему, все смотрится очень органично и, наоборот, рассеивающе, да, то есть это те блески, то сияние, которые рассеивают цвет и, наоборот, придают какой-то матовости и такой блюр, да, эффект фотошопа, вот как в Hourglass, так и здесь, по-моему. Поэтому этим румяным я ставлю однозначно плюс. Мне очень нравится цвет, мне очень нравится нанесение, мне нравится, как они смешиваются между собой, то есть тут можно, да, и с хайлайтером поиграть, и со скульптором, то есть все будет аккуратно наслаиваться и потом, да, все припудрить. Но что мне не нравится, это вот эта гризюка, за нее я ставлю минус. Ну что, перейдем с вами ко второму продукту, самому сомнительному. Я скажу сразу, потому что я им пользовалась буквально один раз, я его не поняла, я решила, что я хочу сохранить эти эмоции для вас и, собственно, еще раз все это попробовать и посмотреть. Это формат тинта, который был у них относительно недавно представлен, и так как это был бокс, я не могла выбрать оттенок, мне прислали в оттенке Plushed Rose, то есть это очень-очень деликатная и нежная история. Конечно, я понимаю, что когда высылают боксы, они кладут что-то очень такое аккуратное, чтобы всем подошло, потому что, ну, вот красные оттенки или что-то еще, ну, там на разных, да, типажах будет по-разному смотреться, кто-то просто не любит яркую помаду, и ему может показаться, что он плохо с ней выглядит, хотя он выглядит с ней потрясающе. То есть это такая, да, safe option, я бы это назвала так, когда ты точно знаешь, что никто не сагрится, никто не скажет, что эта помада им не подходит, эта помада им не нравится, поэтому, наверное, отправили бы в этом оттенки, но у меня к нему большие вопросы. Давайте сначала перейдем к оформлению. Все это очень красиво, здесь глянцевая поверхность, здесь матовая поверхность, здесь тоже такое розовое золото, выглядит все, ну, правда, очень симпатично, приятно держать в руке. Здесь вот такое сердечко, то есть это такая очень романтичная коллекция, которая у них на сайте представлена. Там много оттенков, там есть даже типажи девушек, где можно посмотреть, как на тебе конкретно, там, исходя из того, какого тона твоя кожа, там, как будет смотреть в тот или иной оттенок. Более оливковая кожа, более, не знаю, желтоватая и прочее. Но, тем не менее, на мне он смотрится совершенно иначе, потому что на девушке, я нашла там девушку, которая похожа по типажу на меня, но на ней смотрится это ярко как-то, а на мне, конечно, вообще еле-еле заметно. Смотрите, здесь такой аппликатор, и когда я вот увидела, я подумала, что, наверное, еще есть шанс у этого средства, потому что достаточно такое, да, приглушенная розовая, бежевая история, и я думала, наверное, будет ярко, наверное, будет красиво. Но что мы видим с вами по итогу? Это такая водичка маслянистая, и вот смотрите, мы когда наносим вот так, да, она достаточно заметная, а потом мы начинаем распределять, и, ну, друзья, все это очень-очень-очень сомнительно именно по цвету, да, потому что, ну, практически-практически все это незаметно. По текстуре достаточно, действительно, водянистая консистенция, но вот сейчас я, когда начинаю все это распределять, вы даже знаете, я вот сейчас распределю по руке, мне кажется, особо вы разницы с моим цветом руки не увидите. Хотя, да, тоже, ну, тентующее все-таки средство есть, немножко покраснело, но этот оттенок прям вот очень-очень-очень осторожный, если вы, знаете, вы только начинаете пользоваться косметикой, если вы боитесь ее, потому что, да, сложно привыкнуть к ярким цветам, к ярким помадам, то, наверное, вот этот красный, как будто меня поцеловал эту ручку, то, наверное, вот эта история, да, она будет как-то максимально деликатно, осторожно смотреться, потому что, правда, когда сложно привыкнуть к ярким цветам, начинаем всегда аккуратно, да, и вот это будет, наверное, красиво. Для меня, для человека, который использует яркие-яркие помады, который любит яркие щеки, это, конечно, ну, совсем баловство. Но сразу скажу, что здесь хороший увлажняющий комплекс, здесь и гиалуроновая кислота, и витамины, если я не ошибаюсь, поэтому очень кожа увлажненная, прям, ну, сильно увлажненная, очень мягкая, напитанная, приятная, и вот ощущается, как масочка. Втирается она полностью, да, распределяется, но все-таки не буду, конечно, голословный, да, вот кругленький оттенок, тинт, да, то есть он окрасил все-таки нашу кожу, окрасил губы, поэтому давайте посмотрим, как это смотрится уже все непосредственно на нашем лице. Так как это написано, что это тинт для губ и для щек, давайте воспользуемся им и там, и там. У меня были немножко увлажнены губы, конечно, уже весь этот бальзам у нас немножко спал, но давайте как раз вот и увлажним нашим прекрасным тинтом. Такой, знаете, немножко, немножко охлаждающий эффект у него. Я прям наношу, и как будто, я не знаю, холодная-холодная вода. Здесь можно вообще не думать о контуре, не переживать, потому что все это будет очень аккуратно. Я хочу еще наслоить, потому что я все-таки думаю, что если прям максимально как-то, да, добавить цвет, то, наверное, и тинт будет сильнее проступать, а значит губы будут более темные. Смотрите, ну что я могу сказать? Мне сложно сейчас оценить, как это смотрится на камере, но как это смотрится в жизни. Губы наполнены. Действительно, вот все эти шероховатости, у меня достаточно сухие губы, я постоянно с этим борюсь, но сейчас все ощущается очень аккуратно, но очень странное чувство, они как будто влажные, как будто мокрые. И вот достаточно долго это сохраняется на лице, когда, знаете, вот вы с мокрыми волосами уходите на улицу, и у вас такой ветерок, да, дует. Вот сейчас тоже я разговариваю, у меня прям ветерком обдает. Не могу сказать, это хорошо или плохо, но что-то, ну, я такое не пробовала. Губы смотрятся наполненными, губы смотрятся симпатичными, я бы назвала это как make-up without make-up, то есть, да, если вы хотите какую-то очень натуральную историю, если вы готовитесь к пикнику или к чему-то прочему, если вы не любите яркие помады, по-моему, стоит присмотреться, потому что все-таки он дал определенный контур, то есть мы видим, что губы стали, по-моему, более наполненные, прежде чем мы накрасились, да, оттенок тоже все-таки появился, но для меня, наверное, это менее интересно. То есть, да, это симпатично, и если вот вы прям при минимальном макияже, вот мне кажется, что просто дополнить губы, это прям очень красиво. Это, знаете, есть такая история с мужчинами, что есть такой прикол, что ты красишься 2-3 часа, а у тебя make-up, no make-up, когда у тебя просто дотональное средство, что-то еще, и тебе говорят, какая у тебя красивая, естественная красота. Вот здесь та же история, можно, мне кажется, подкрасить губы, и никто никогда не поймет, что у вас что-то есть на губах, все будут думать, что у вас такие красивые, очерченные, наполненные губы. То есть, с точки зрения какой-то естественности, очень красиво, мне нравится, прям реально смотрится симпатично. С точки зрения, насколько это интересно, уже другой вопрос, потому что там также вот такая же по структуре, да, водянистая, то есть оттенки не будут слишком яркими. И вот там есть и красные оттенки, и бордовые, и сливовые, и мне, наверное, было бы что-то интереснее более такое, да, яркое, которое раскрывалось бы более ярко на губах, но, тем не менее, смотрится естественно и красиво. Решать вам, нужен ли вам такой оттенок на губах. Теперь перейдем к самому интересному, это к щекам, потому что, как я уже дважды сказала, это тинт, написанный для губ и для щек, и здесь уже у меня большие вопросы, потому что мне кажется, что сейчас он просто растворит наше тональное средство, поэтому, наверное, лучше было бы это сделать до того, как мы накрасились, то есть вообще, да, когда у нас какие-то влажные текстуры, обычно мы либо до тонального средства наносим, потом тональным средством все зашлифовываем, но если мы говорим о каком-то бешеном хайлайтере, да, и мы хотим подсветить лицо. Если у нас какая-то именно цветовая история, то обычно наносим на тональное средство, когда уже нанесено тональное средство, но до каких-то пудровых текстур, но в чем проблема вот таких хайлайтеров, в чем проблема таких румян, Что почти все, все-все-все продукты, будь это бюджетный сегмент, будь это дорогой сегмент, они растворяют наш тональный крем. Вот мне кажется, что здесь будет то же самое, учитывая, что здесь увлажняющий комплекс, да, что здесь комплекс гиалуронки, витаминов. Вот мне кажется, что сейчас тональный наш скажет нам пока. Давайте попробуем и посмотрим. Нанесем буквально несколько капелек вот сюда на щечки. И, конечно, он совсем незаметный, но, возможно, я ошибаюсь. Давайте сначала чуть-чуть вот так попробуем растушевать. Я возьму кисть для тонального средства. Ну что я могу сказать, я, по-моему, зря их критиковала. И я честно вам скажу, я была очень плохо настроена по отношению к этому продукту, потому что я его один раз попробовала, мне не понравилось, я не поняла. Мне показалось, что это просто какая-то ерунда. И на сайте Charlotte Tilbury там тоже оценка была 3,2, и я думаю, нехороший продукт, и оттенок неудачный. То есть был бы потемнее, может, было бы интересно. Но сейчас я вижу разницу, то есть я вот вижу, что он затонировал мне, он придал мне какую-то свежесть. И именно для щек я бы сказала, что этот оттенок, мне кажется, хорошо справился, то есть потемнее уже было бы более ярко. Давайте сейчас посмотрим в отдельное зеркало, потому что хочется понять, растворил ли он тональник. Нет? Друзья, произошло открытие этого средства. Я, правда, я собиралась ругать, но я смотрю, тональное средство на месте, оно не растворилось. Я, конечно, сделаю небольшой лайфхак, у меня кисть уже была в тональном средстве, потому что я сейчас ею красилась, и, может быть, это все как-то, да, зашлифовалось вместе, и достаточно аккуратно друг друга перетекло. Но я реально не вижу разводов, я не вижу каких-то следов. Ну, по-моему, симпатично. И как раз, да, вот смотрите, здесь у нас такой, я бы сказала, оттенок какой-то легкости, оттенок шарма, оттенок, я не знаю, ну, такой детская, детская непосредственность, да, потому что эти розовые цвета, они, мне кажется, какие-то очень-очень-очень-очень-очень симпатично смотрятся, особенно вот когда, да, вам хочется какого-то эффекта милости достичь. Здесь более такая, да, уже серьезная история, потому что персиковые тени, они смотрятся иначе. Здесь вот можно сравнить. Можно это все наслаивать, я думаю, бесконечно, но не будем практиковать. Напишите вообще, какие вам средства понравились больше, чтобы вы хотели попробовать, да, то есть, либо это такую подсвечивающую историю от румян, потому что тоже очень все деликатно смотрится. Я бы сказала, что это более как-то роскошно смотрит эта сторона, а эта сторона смотрится более живо, да, вот, то есть, такой, не знаю, летний солнечный денек, ты немножко, у тебя щечка немножко припекла солнышком, и ты кушаешь круассаны и читаешь газету. В общем, все очень симпатично, и напишите, какой вам эффект понравился больше, да, то есть, это влажное средство. И, кстати, влажные, румяна, влажное вообще скульптурирование, все это можно потом закрепить еще обычными. То есть, желательно в том, но я думаю, что таким мы тоже можем, да, вот, просто чтобы мы с вами одинаково и сидели. Я все это подшлифую, но, друзья, вот под моим освещением я прям вижу, я прям вижу эту тонировку, я вижу, что тинь сработал, и очень приятно, потому что я думала, что мне придется его кому-нибудь подарить, если так для кого-то интересны такие текстуры, потому что я такие текстуры не очень люблю, но сегодня я прям удивлена. Мы закончили макияж, а значит, наше небольшое тестирование подходит к концу, поэтому давайте сделаем промежуточные выпады. Первое средство, которое мы наносили, это румяна. Еще раз напомню, что они на этой части моего лица, и мне кажется, что они очень гармонично, аккуратно, деликатно и красиво смотрятся. Мне нравится, что у них есть подсвечивающая история, поэтому они напоминают мне средство Tower Glass, и в целом я с удовольствием пользуюсь, когда мне не хочется чего-то экстра, да, то есть мне не хочется быть невероятно каким-то ангелочком, потому что тогда я использую розовый румяна, мне не хочется быть каким-то более ярким персонажем, когда мне хочется просто как-то аккуратно дополнить образ, то вот моя рука тянется к этим персиковым румянам. Еще раз напомню, персиковый румяна для лифтинг-макияжа просто потрясающий, поэтому если вы смотрите и хотите достичь лифтинг-эффекта, то обязательно присмотритесь с таким оттенком, возможно, у других брендов. Уверена, что вы прям будете очень рады. И второе средство, которое мы сегодня наносили, это тинт. Он у нас находится на губах и непосредственно на этой части щеки. Как вы уже знали, я была категорично настроена, я была уверена, что мне не понравится, но я буквально в процессе видео, и очень рада, что я его долго не носила, поменяла свое мнение, и мне нравится этот продукт, да, он интересный, он необычный, с ним чуть-чуть посложнее, потому что нужно наслаивать, нужно, да, втушевывать, но тем не менее, по-моему, смотрится тоже очень аккуратно, и мне нравится, что более освежающе. То есть, если вы посмотрите, как я уже сказала, здесь такая роскошная история, здесь более свежая. Поэтому я очень рада, и даже рада, что мне попались такие оттенки, да, они, наверное, немножко скучные, но тем не менее, они подходят мне и будут вписываться в большинство моих образов. Друзья, видео подошло к концу, значит, нам пора прощаться. Спасибо огромное, что смотрели вы до конца, надеюсь, что подписались на канал, поставили лайк, написали комментарии, нажали колокольчик, все по традиции, потому что это очень сильно помогает мне в продвижении. Я очень вам благодарна, и надеюсь, что видео было вам полезным. Напишите, как вам все эти средства, понравились, не понравились, какой формат, какой оттенок больше. Буду рада получать от вас больше обратной связи. Видео новое совсем скоро, а значит, мы прощаемся совсем ненадолго. До новых встреч и пока!